Я не собираюсь устраивать войну, но в свою сторону никому даже пернуть не позволю. Всем привет! Наш бизнес набирает обороты, продукт становится все более популярным. И как любая инновация, он привлекает большое количество разных людей. И с недавних пор в нашу жизнь с обзорами Energy Diet ворвались блогеры. Мы к вам, профессор. И вот по какому делу. Среди обзоров блогеров мы увидели разное. И похвалу, и критику, и претензии такого уровня, что мы просто не могли их оставить без внимания. И так по порядку. Ваши маркетологи говорят диет. И в рекламе тоже. Хотя правильно по транскрипции дает. А в какой именно транскрипции? В английской? А при чем здесь английская транскрипция? Родина продуктов Франция. И на французском языке продукт называется Energy Diet. Что, они не называют его четвертьфунтовый чизбургер? У них метрическая система. Они вообще нихуя не понимают, что это такое четвертьфунта. И как же они его зовут? Они зовут его королевский чизбургер. Почему на лицевой стороне банки все крупно, а на обратной мелко? Вы скрываете от нас состав. Мелкий шрифт на упаковке обусловлен тем, что мы как раз не скрываем состав. И если бы мы его писали на упаковке более крупным шрифтом, то банка бы выглядела, скорее всего, вот так. А доставлять домой бы ее приходилось вот так. Значит, тот, кто поднимет, станет царем Асгарда? Да, конечно. Закреплю за собой право первой ночи. Я сейчас. Зачем пытаетесь запутать нас сложными названиями? Например, зачем на банке написано декстрозомоногидрат? Можно же написать глюкоза. Мы не пытаемся запутать. Мы используем те названия, которые принято использовать в сфере питания и диетологии. И если вдруг какое-то название кажется слишком сложным, то есть интернет, который можно использовать не только для размещения своих видеоблогов, а для пополнения своего словарного запаса, как вариант. Али, я не телепат. Ты, блядь, просто тупорыл, и вот что я тебе скажу. Две двести за полкило. Сделайте человеческую цену. В два с половиной раза дороже, чем аналоги. Это просто коктейль? В смысле, молоко с мороженым? Насколько я знаю, да. И что? Это стоит пять долларов без коньяка, без ничего? Без. Это я просто так спросил. Аналогами нашего продукта очень часто называют спортивное питание. Это неправильно. Наш продукт является сбалансированным питанием, которое направлено на очень широкую аудиторию. Теперь давайте посчитаем. В нашей банке 15 порций. Одна порция, которая готовится в течение 30 секунд, стоит 146 рублей. Это дешевле, чем любой бизнес-ланч в любой из столовых. К тому же, происхождение продуктов в любом бизнес-ланче вы не отследите никогда. А здесь вам предлагается продукт, который сделан на высокотехнологичном оборудовании, родом из Франции, и который продается на рынке Российской Федерации с 2003 года. Дайте мне конфету. Нету ручек, нет конфетки. Это просто порошок. А вы говорите, что им можно заменить пищу. Пищу ничем нельзя заменить. Мы никогда не призывали заменить нашим продуктом пищу. Более того, мы открыто заявляем, что наш продукт не может являться единственным источником питания. Мы просто предлагаем заменить нашим продуктом... Камбургеры. Краеугольный камень здорового питания. Разумеется, всем нам хотелось бы правильно питаться. Спать минимум по 8 часов, дышать свежим горным воздухом, заниматься спортом. Но по факту мы живем с вами в городах с бешеным ритмом жизни. И когда мы вспоминаем о том, что неплохо было бы пообедать, вокруг нас одни сети фастфуда. Где затарились? В Макдональдсе, в Венде, в Джек-н-в-бокс. Где? И вместо того, чтобы бежать за фастфудом, гораздо правильнее открыть банку энергидиет и получить из одной порции необходимое количество витаминов, микро-макроэлементов, жиров, белков, углеводов и клетчатки. Все средства для похудения замедляют усваивание веществ. А у вас там какие-то ферменты, которые, наоборот, улучшают всасывание. Это зачем? Без них продукт не усвоится, наверное? Энерджи-диет не является продуктом для похудения, хотя его можно использовать и для этого. В первую очередь, это сбалансированное и правильное питание. А как сбалансированно и правильно питаться? Есть правильную еду, в правильной последовательности, маленькими порциями, минимум 5 раз в день, с одинаковыми интервалами между приемами пищи. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Но темп нашей жизни не всегда позволяет нам реализовать этот план. Именно поэтому мы употребляем энерджи-диет и получаем весь комплекс необходимых веществ единовременно. Естественно, что нам нужны ферменты, которые позволяют усваиваться в правильной последовательности всем веществам, не вызывая противоречия между ними. Только и всего. А чего вы так хвалитесь, что в вашем продукте 23 витамина и минерала? Я вот посмотрел, даже в гречке 26 витаминов и минералов, а в овсянке вообще их 32. И вообще, все полезные свойства энерджи-диеты, о которых вы рассказываете, это полезные свойства еды в принципе, а не конкретно вашего продукта. Все так. Но вы сначала попробуйте эти полезные свойства получить. Чтобы получить столько же магния, сколько получаешь из порции энерджи-диет, надо съесть 100 граммов орехов или 200 граммов гречки в сухом виде. Очень много для тех, кто следит за килокалориями и старается похудеть. А чтобы получить столько же витамина С, три больших апельсина. Очень много фруктов для тех, кто худеет. В целом, чтобы получить то же количество витаминов и минералов, что содержит одна порция энерджи-диет, надо съесть, например, две порции овощей на гриле на 250 граммов, большую чашку фасоли на 400 граммов в готовом виде, пару цитрусовых, большие фрукты на 500 граммов и кусочек в 30 граммов хорошего твердого сыра. Курицу приготовить? Да. Сколько? Штук 20. Я сейчас на диете. Так что вперед на рынок. Удачных покупок. И постарайтесь, чтобы все продукты были свежими. Классно, конечно, что у вас там это все обогащено королевским желе. Но только его содержание всего 31 миллиграмм на 100 грамм. Чтобы получить дневную норму, нужно съесть всю банку разом. Королевское желе или, другими словами, пчелиное маточное молочко – вещество, которое используется в пищевой промышленности относительно недавно. И поэтому никакой дневной нормы для него не существует. Наши специалисты рассчитали безопасную дозу, которая не влечет за собой резких скачков пульса, при этом дает качественный энергетический всплеск. А есть всю банку целиком стоит только в том случае, если ты собрался наснимать бессмысленных видеоблогов, например, на целый год вперед. Привет, друзья из интернета. Ну, если честно, говорить так между собой, лучше бы вы на улице прыгали, а не в интернете сидели. Ну хорошо, допустим, убедили, что энергедиета – это толковая вещь. Но с продажами вы там явно же намудрили. Начисляйте за продажи нормальные деньги, а не эти ваши пиви. А нормальные деньги – это какие? Компания НЛ Интернешнл реализует свою продукцию более чем в 25 странах мира. И в каждой стране нормальные деньги свои. Именно поэтому компания использует свою собственную единицу измерения товарооборота «Пиви» или «Персонал Волюм». Нихуя не верю. А я тебя нихуя и не убеждаю. Это факт. А почему вывести со счета можно только от 200 пиви? Че за развод? 200 пиви – это 11 банок. Компания НЛ Интернешнл четко разделяет понятие «клиент» и «менеджер». Компания выплачивает вознаграждение «менеджерам». Для того, чтобы им стать, необходимо реализовать продукцию на 200 баллов. По-моему, это немного. Такие вот правила игры. А с «Мерседесами» что за история? Примируйте ими, если месячный оборот больше 1 миллиона 200 тысяч. Ставите с заведомо нереальной цели, да еще оформляйте кредит на нас. Да, действительно, 1 миллион 200 тысяч рублей – сумма достаточно внушительная, если делать этот товарооборот в одиночку. Но компания НЛ Интернешнл предоставляет в виде вознаграждения автомобиль «Мерседес» за групповой товарооборот в 1 миллион 200 тысяч рублей. То есть за товарооборот, который сделала вся твоя команда. Это говорит о том, что у тебя уже достаточно устойчивый и стабильный бизнес. Другими словами, круто работаешь – получаешь «Мерседес». Бездельничаешь – общественный транспорт. Каждый дармоед сам определяет свою судьбу. Нам, блогерам, которые рассказывают правду о вреде Energy Diet, приходят угрозы от распространителей. В ваших рассказах столько же правды, сколько у городских сумасшедших на площадях. Сами себе что-то придумали и пошли орать, что скоро всех настигнет кара небесная. Только те безобидные. А вы, ребята, наносите урон честному бизнесу наших предпринимателей. И какой реакции вы от них хотели? Котиков в личку. Это будет твой первый выговор за плохую работу. Пойду за метлой. До свидания. Друзья, в задачи данного видео не входит кого-то оскорбить или обидеть. Цель этого ролика – помочь избежать заблуждений в отношении нашего продукта. И вместо того, чтобы пытаться нас чем-то улечить, может быть, стоит его наконец-то попробовать? Вдруг вам понравится? Ненависть – тяжелый багаж. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на зло. Она того не стоит.